Привет, друзья! Меня зовут Миша Килкунтак, это Dead by Daylight, и мы играем за призрака. Давайте посмотрим наши навыки. Значит, у нас есть Детище Тьмы, потом Чудовищный Храм, Тихий Шорох и Небрежный Мясник. У нас игра абсолютно по фану, ни на какой ни на рейтинг, поэтому, если вас это не устраивает, пожалуйста, выключите видео. А всем остальным я желаю приятного просмотра, и давайте найдём матч. Итак, у нас место упокоения Азарова, свалка Автохевен. Я думаю, будет очень даже интересно понаблюдать за нашей игрой. Там, кстати, выжившие не могут быть, мне что-то кажется, что могут. Давайте проверим. Приятного вам просмотра заранее, друзья, и приятного аппетита, если вы что-то кушаете. Так, здесь никого не было, судя по всему. А вот тут, интересно, тоже пока тишина. Неужели они все стартанули в той локации, в той половине карты? Ну-ка, давайте побежим. Так, костёр жёлтым горит. Так, пока что тишина. Вот здесь уже заводят. Я вас понял. Что за наглость? Я не понял, а? Так, давайте сломаем. Где она тут бегает от нас? Голубушка, ты не уйдёшь. Ничего себе, как они быстро завели генератор. Ох, привет тебе. Так, а тут будет обманный трюк. Видишь, ты повелась, а повестись не надо было. Ну, как бы ты не знала просто, да, милая моя? Ты не знала, что не надо вестись. Я понимаю тебя. Я тебя понимаю. Кто же знал, что не надо вестись? Так. Ого, ничего себе, вы здесь толпой? А как они вообще? Они что, в пати бегают? Вот же зафранцы такие. Они даже не боятся меня. Они просто бегают возле меня. Специально. Вы представляете? Так, давайте повредим генератор хотя бы. Один уже спрятался. Да ни хрена себе, почему так происходит? Они кучей заводят генераторы. Ну, то есть, это 100% пати играет. Напоминаю, друзья, что это всего лишь 18 ранги. Так, ну ладно. Я просто не знаю, тот генератор пошли они заводить или нет? Давайте проверим. Нет. Тут никто не заводит, к сожалению. Но они сейчас еще несколько генераторов заведут с такой скоростью. Они же все одновременно их заводят. Короче, это будет мега-быстрый проигрыш. Поэтому они так и бегают, что никого не боятся. Ну, я не знаю. По-моему, так теряется какое-то удовольствие от игры, когда вы все вместе в пати. То есть, это же мега-быстро делается. Сбрось доску, чего ты? Не сбрасываешь, нет? Да не, хрень я его здесь догоню, короче. Это просто бесполезная трата времени. А тут еще и с фонариком? Ты серьезно, что ли? Промах. А где она сидит здесь? Непонятно, где она сидит. Ну, понятно, что этот чувак уже улепетывает отсюда. Да, это трындец. Давно я не играл в ДБД, если честно. Вообще как-то. Но я, по-моему, и против пати давно не играл. То есть, чтобы так бегали все вместе. Одновременно заводили генератор по три человека. По четыре даже. Не, ну в доме он сможет меня долго, конечно, отвлекать. Ой, как ты вовремя сюда подбежал, мой сладенький. Ну капец. Ну что за дичь? У меня серьезно сейчас будет пригорать. То есть, я на ровном месте потерял кучу времени. Он меня успешно отвлек. Они тут себе спокойненько заводят генератор и даже не думают от меня убегать особо. То есть, где-то прячутся, видимо, вот здесь. Да, вот. Привет, привет. Привет, сладенький. А куда это ты бежишь и не смотришь, что на меня бежишь, а? Как же ты так мог? Ну я же его хотел ударить, я уже нажал и он на меня доску сбросил. Ребят, вы посмотрите. То есть, мы играем буквально тут 4-5 минут, а они уже все генераторы завели почти. Ну то есть, я не знаю, в чем кайф играть на таких рангах в пати. Ну, серьезно. То есть, тут новички как бы играют. Это 18 ранг. Почему же, если вы такие крутые в пати все бегаете, не нашли еще свой ранг высокий? Не дошли до него. Ну это реально трындец. Вот еле достал его. Ну а толку? Все равно он сейчас тут свалит от меня. Всех подряд уже бью. И все равно они очень быстро вылечиваются. Так, вы этот хотите завести? Не надо тут этот заводить, пожалуйста, да? Прячется, прячется. Не спряталась. Ха-ха-ха. Так, давайте возьмем ее на ручки. Девочки любят быть на ручках, верно? Ой, боже, мое первое повешение за целый матч. Вот это позор. Но с другой стороны не позор, потому что они в пати играют как бы. Что я могу сделать? Один сразу против толпы, которая бежит там за пару секунд, заводит генератор. Но это как бы тоже не очень круто. На самом-то деле. Вот где они решили все засесть. Но тут кто-то еще, по-моему, есть, нет? Так, к ней уже побежали. Да, ее спасли вот. Надо второй раз ее поймать. Хотя бы одна, чтобы сдохла уже окончательно. Ну да, вот я такой добрый. У нее глубокая рана есть. Я, конечно, это так сказал, как будто это преимущество с ее стороны. Но нифига. Так, куда же ты побежишь, сладенькая моя? Я хочу тебя добить. Пожалуйста, дай мне тебя добить. Ну, хоть одного я должен-то убить. Ну? Не надо от меня бегать. Призрак не причинит тебе особого вреда. Да пошел ты в попку, слышишь? Будешь ты мне еще мешать. Твою ж мать, все-таки попал по нему, а не по ей. Ну ладно, ничего страшного. Я тебя догоню, хорошая моя. Я тебя догоню. Обязательно. Просто тебе не скрыться. Запомни это. Запомни, детка. Твою ж мать. Так. Один Руставели там, или как там его зовут, уже лежит. Ладно, давайте его повесим, а то она что-то там задумала, видимо. Сильно модная. Ну, видите, тоже с их стороны как бы странно. Они там бегают себе, заводят все генераторы абсолютно. А потом, типа, дают мне шанс отыграться. Ну, как бы, блин. Вы изначально играете с огромнейшим преимуществом, а потом мне даете шанс. Ну, как бы, такое, такое, ребят. Вот просто сами посудите, да? Зайдет какой-то новичок в игру. Прокачает этот один или два ранга. И толку с этого? Ну, то есть, реально, вот такая пати будет портить ему игру. И он подумает, что он вообще ни на что здесь не способен. У него отпадет желание играть, и все. То есть, как бы, ну, такое, такое, на самом-то деле. Там уже кто-то за деревом, что ли, прячется. А ну-ка, иди сюда. Давай, разобьем ее. Сейчас снимают с крюка, пока я тут бегаю. Ну же, ну же, ну же. Твою ж мать, почему я даже не ударил по нем? Ее сняли с крюка за это время. Куда она побежит? Так, я ее снова ударил, но у нее какая-то... Какой-то иммунитет к удару, что ли, я не знаю. Да все, она уже поймана мной. Она уже мной поймана, сто процентов. Ну, давай, скинь доску. Да хватит тебе уже бегать, а? Дурень. Скинь доску, скинь доску. Ой. Твою ж мать. Так она будет сейчас бежать к выходу, надо срочно ее поймать. Ни за что нельзя ее упускать. Она пыталась меня развести, но я на это не повелся. С другой стороны, я могу повестись на что-то более неприятное. Вот как на это, например. Она думает, сейчас вокруг автобуса пробежит, но ни хрена ей. Да. Так она и думала, но здесь я. Ох, голубушка моя, будем мы с тобой здесь бегать, что ли? Ну, давай, 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 побегаем здесь. Почему бы и нет? Почему бы не побегать вокруг тачки с доской? Это же так интересно. Правда? Конечно, правда. Ну, давай, 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 давай. Давай, скинь уже эту доску на меня, скинь ее. Молодец, скинула доску, теперь побегу за ней. Надо все-таки ее как-то поймать. Тут люк еще есть. Возможно, она хочет уйти в люк, типа, по-красивому меня обыграв. Или тут обойдет сейчас. Хрень ее знает, что она надумала на самом-то деле. Она что, вернулась, не? Я не понял, куда она ушла. Где-то по кругу, что ли, бегает? В общем, непонятно. Ладно, осталась одна только вот эта девушка, которая бегала от меня. Ну, как бы, хорошо, хорошо, все. Здесь уже четко, ясно и понятно, что проигрыш, потому что, ну, на 18 ранге играть против пати, такое себе занятие на самом-то деле. Уходи уже, давай, в люк, да и все. Жестокий убийца. Какой жестокий убийца? Тут позорный проигрыш. Ну, опять же ж таки, не позорный, потому что, ну, играть против команды на 18 ранге, не знаю, друзья. Я предлагаю, конечно, еще разок сыграть, но я думаю, сильно ситуация не изменится. То есть, вы сами все видите, как бы. Ну, что, друзья, у нас карта магазин барахольщика, свалка автохевен, и я решил сыграть за доктора. Конечно, сомневаюсь, что это что-то особо изменит, но тем не менее. А вдруг? Так, мне кажется, да, я был прав. Так, первый есть. Первый есть, молодец, молодец. Еще, кричи, кричи, кричи. Вот так вот. Так, а вот теперь можно и стукнуть палкой тебя. Что скажешь? Дружок-пирожок. Не, она успевает уйти, к сожалению. Хотя, почему она не делает этого? Так, она пытается уйти. Как-то странно, я не успел ее... ...в нее попасть. Вот, замечательно, замечательно, замечательно. Она все еще под этим эффектом бегает. Так, давайте раз уж она пытается играть... ...на некое опережение. Где она? Тут кто-то уже заводит. Мать твою, а? Так, давай полечим немного пациента. В смысле? Пациент оказался наглым. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Там кто-то есть, кто-то есть. Кто-то пытается снять безумие, видимо. Там чинят. Не надо вам никого чинить. Да в смысле? Вот так вот тебе, пожалуйста. Так, ну ладно, давай тебя полечим немного. Будешь бегать из шоковой терапии. Вот это они быстро, конечно, все заводят. Так, ты не можешь ничего сделать, но он ускоряется. Он ускоряется, очень даже знатно ускоряется. Как бы это печально для меня не звучало. Ой, молодец, прям молодец. Ладно. Я не знаю, конечно. Я делаю, наверное, что попало. Просто гоняюсь за одним. Хотя мог бы уже в это время кого-то еще поймать. Вполне вероятно, что да. Но, тем не менее. Я хочу их всех в режиме шоковой терапии вот так вот полечить. Немножечко. Так. Ну, в смысле? Я даже не попал. Ладно. Плевать. Так, я не достаю, к сожалению. Что-то вообще не понимаю. Что-то игра вообще не складывается. Ладно. Теперь все сложится у нас. Теперь все будет четко. Четко как надо. Все по плану. Так. Вот бы тебя еще стукнуть разочек, а? Не дает себя стукнуть и все. Так, ладно. Ладно, Марми, ладно. Она бежит сюда. Она даже не подозревает, что ли, что я здесь. А, это не она уже была. Блин. Твою ж мать. Ладно, они все орут, но как бы толку с этого мало. То есть, они все равно пытаются завести генератор. Несмотря даже на то, что орут. Это вообще не круто ни разу. Надо его сломать. А он не ломается. Он не заведен вообще был. Твою ж мать, что я делаю тогда? Надо тебя поймать. Ну, давай, давай. Скидывай доску. Скидывай доску. Вот. Все, молодец. Скинула доску. Задержала меня. Да уж, конечно, ребят, не знаю. Я не думаю, что это пати. Хотя, вполне возможно. Как-то они все тут разбегались. Хрен кого поймаешь. На самом-то деле. Вот так вот попал по одной. Замечательно, замечательно. Ты что, не станешь бежать? Так, она сюда побежала. Я понял. Вот так вот. Будет немножко с безумием бегать. Так, а мы попробуем на опережение здесь тебя поймать где-то. Где же ты? А где она реально? Они все сзади уже теперь? Не, ну, ребят, мне кажется, что это пати, потому что они все втроем тут прям бегают. Вот так вот. Немножко больно тебе сделали? Твою ж мать. Пожалуйста. Есть. Да-да-да, он тоже подумал, твою ж мать, когда доску я сломал. Так. Да блин. Что ж за беда такая? Надо его хотя бы поймать, серьезно. Он тут бегает, понтуется. Ну и что за бред? Почему я не мог никак по нему попасть? Так, давай-давай-давай. Все будете бегать в страхе прямо от доктора. Надо повесить вот на этот крюк. Но они, мне кажется, вычинят все равно генераторы. Несмотря на то, что у них страх. Так, и где она тут? В смысле? Что это только что было, ребят? Еще раз. Я не понимаю чего-то. Да, это бред. Давайте возьмем ее, что ли? Нарученьки и повесим на крюченьки. Вот так вот. Рученьки, крюченьки. Так. Вы все там так кричите прям. Это отвлекает. Это очень отвлекает. Ооо, побежал спасать. Побежал. А ты что, герой, что ли? Чтобы спасать кого-то? Ты не будешь тут никого спасать, мужик? Пока я тебе не разрешу. Вот, пожалуйста. Так, твою ж мать. Это очень хреново на самом-то деле. Ну ладно. Давай его пока повесим. Вот так вот. Легла. Так. Не, она не легла. Серьезно, она где-то бегает? Вот, пожалуйста. Лег обратно, мужик. А ты ведь так понтовался. Ты там крутился передо мной. Боже ж ты мой. Нога. У него, значит, был... Был этот самый... Удар. Ну, это на самом-то деле хреново для меня. Где ты? Где ты? Где ты? А где она реально? Так, я чего-то не понял. А где же вы? Вот вы еще тут бегаете. Ладно. Вот, пожалуйста, тебе, пожалуйста. Так, еще разок бы ее так жахнуть, конечно. Пожалуйста. От шоковой терапии трудно убежать. Ну, опять же ж таки. Не знаю. Мне трудно вообще играть с ними. Во-первых, потому что я очень давно не играл в ДБД. А во-вторых, потому что они, скорее всего, тут бегают сообща. Так, а ты чего тут забыл, мой сладенький, а? Так, ее спасли, ее спасли. Надумала от меня убегать, что ли? Ладно. Где она? Вот она бегает. Не знаю, не знаю, не знаю. Блин, твою ж мать. Она что, здесь где-то? Ладно. Вот теперь ты куда побежишь, а? Вот попалась, пожалуйста. Так, там еще один. Давай, давай, давай. Еще одну терапию хочешь? Ладно, давайте ее вот возьмем, все-таки повесим на крюк. Еще и пытаются нам помешать. Но если я сказал повесим на крюк, значит мы это сделаем. Вот и все. И ты упадешь, дружок-пирожок. Ну, конечно, плохо, что свободного крюка для тебя нет. Но ничего, ты повесишь на соседнем, потому что, ну, как бы ладно. Он недалеко, да? Молодец. А это тебе за то, что ты бегал от меня. Не надо было бегать от меня. Я ведь хороший доктор, но до поры до времени. Потому что вот такие вот бегают, пытаются меня как-то отвлечь. А где она? Так, погоди. А где она реально? Может быть в этот шкаф залезла, нет? Че, ты ни хрена не понял? Они все там бегают, окей. Я вас понял теперь. Надо двоих поймать в конце. И будет какой-то толк с этого. Так, значит, уничтожаем вам прогресс починки. Твою ж мать, тут доска. Да, она-то прекрасно понимает и пользуется этим. Блин, а я еще режим лечения не включил. Такс. Спокуха, спокуха. А где она? А где она? Ладно, тут еще одна детка бегает. Тут еще одна детка бегает. Но она пытается меня отвлечь, чтобы вот это вот починило пока генератор. Пожалуйста, 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 будете бегать в бешенстве. Так, там уже одна, вторая бежит к генератору. Пытается, что ли, его снова завести. Ребят, вы же не самые тут умные. Ну? Вы вообще бегаете покоцанными. Каждая меня пытается отвлечь. Вот каждая буквально. Ой, все, да? Да, шоковая терапия немного изломала твои планы коварные, а? Ладно. Ладно, не беда. Мы ее догоним. Вот это да. Так, что-то я промазал. Погоди. Этот генератор чинят дальше, нет? Нет, его не чинят. Где вторая? Вторая тот генератор пошла чинить. Надо ей помешать. Надо ей помешать. Где ты, где ты, где ты, детка? Вот она уже тут где-то. Ломаем обязательно? В смысле? Я же хотел режим лечения включить. Твою же ж мать. А где она реально? Только что же здесь была? Ну ладно, странно. Они уже там все? И что они делают? А вторая где? Где вторая, алло? Чё, ты их потерял из виду? Это хреново. Так, она там уже снова. Туда-сюда бегает, а? Ты посмотри на нее. Ты просто посмотри на это, а? Да мы снова сломаем, как бы это не вопрос. Так, она думает здесь где-то бегать? Хрень ее знает где она. Она вообще где-то уже тут. Вот они. Вот они обе. Так, а почему это не сработало? Ой, приветик. Нежданчик, да? А почему это не срабатывает? О, нормально, сработало. Сработало, сработало, сработало. Так, но все равно ее поймать не могу. Тут генератор тоже пытались починить. Надо его сломать. Чтобы им жизнь медом не казалась. И вторую пора ловить. Вторая побежала туда, там тот чинить. Надо им всячески мешать. Ой-ой-ой, да ты такая прям беспалевная, слушай. Вообще беспалевная, беспалевная. Ну вот, пожалуйста. А зачем ты вот от доктора бегаешь? У тебя простуда, а ты бегаешь от него. Надо же на крюке повисеть, полечиться. Вот так, пожалуйста. Красота ведь? Красота. Где вторая? Вторая там. Давайте пойдем за второй. Между первой и второй. Доктор лечит геморрой. Так. Что-то слишком подозрительно тихо. Вам не кажется? Угу. Уже сняли ее. Просто сняли с крюка. Так, она думает уйти вот сюда. Ну понятно, давай-давай. Посмотрим, как ты от меня уйдешь. Детка, посмотрим. Ох, посмотрим. Будете бегать от меня, да? Ну ладно, ладно. Ничего, ничего, ничего. Доктор всех вылечит вообще. Так. Тут снова пытаются чинить. Или мне кажется? Да, пытаются чинить. Прикинь. Неслыханная наглость. Чинить возле доктора. Ну как бы это ж... Надо понимать. Так, тихо-тихо-тихо. По-моему тут бегает. Или это следы так долго не исчезают? Я не понял. Нихрена не понял. Нихрена не понял, но очень интересно. А, вот вы где. Вот вы где, мои малышки? Так, давайте, значит... Доктор за вами побегает. Ну? И где ты там? Вот тебе и пожалуйста. Уже не выйдет. Спетлять. Ну ладно, вышло. В этот раз у тебя вышло спетлять. Но как бы не сильно. Так. Кричи, не кричи. Тут уже не помогут тебе врачи. Кроме доктора. Вот. Потому что доктор, он как бы хороший. Он бесплатно тебя лечит. Он даже готов тебя догнать, чтобы бесплатно вылечить. Но где ты такого еще доктора найдешь? Это доктор на все руки. Вот. Понимаешь? Как бы... И ты удостоен висеть на самом дальнем крюке вообще. То есть, ну как бы... Самый лечебный крюк вообще. Вот. Пожалуйста. Повиси. Очень даже полезно. Серьезно. Я надеюсь, тебя будут спасать. Надеюсь, тебя спасут. А иначе зачем я тебя вешал? Ты же как приманка для меня, верно? Верно. Так, вот. Вот она там ходит. Давайте поймаем ее, что ли. Будет бежать по-любому спасать? Мне кажется. Здесь тишина. Странно. Может быть, она вот этот будет чинить? Раз она где-то здесь бегает. Нет. Так. Хреново, конечно. Одна умерла. И вторую. Где мне искать? Она люк сейчас найдет и свалит отсюда. Я даже не знаю, где люк. А она, походу, знает, где люк. Я проиграю. Да? Так. Вот она где-то тут бегает. О, нормально, нормально. Нашли ее. А, ну тут люк. Понятно, в общем. Она нашла люк первее. Для нас. Но, тем не менее, хотя бы вот такая вот игра получилась. А следующую игру, друзья, мы с вами сыграем за Джейка Парка. Он 20 ранг. Вообще совсем-совсем новичок. Поэтому, может быть, снова будет хардкор. Но, все же. Зона свалки. Свалка автохевен. Почему у нас одна автохевен выпадает? Ну, что за дичь, а? Ладно, ничего. Мы еще и все вместе начали. Прям замечательно. Давайте чинить, что ли. Так, у нас медсестра, причем, которая уже летит к нам. Так, тихонько сваливаем, сваливаем. Надо быстрее свалить подальше оттуда вообще. У нас ведь не один генератор, верно? Мы этот можем починить с вами, почему бы и нет. Пока она гоняется за другими. Хорошая реакция, жаль, что не отличная. Ну и медсестра там, блин, твою ж мать. Понятно, надо сваливать. Причем, как можно дальше и как можно быстрее. Тонатофобия. Тонатофобию не надо, пожалуйста. Мы распугиваем ворон, но тем не менее куда-то бежим. И главное, что не на крюк. Вот генератор еще один есть. Давайте его здесь починим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ее вообще в подвал повесили. Ты не хочешь ее спасти, мужик, не? Мне самому что ли бежать сейчас туда? Или починим? Ладно, в принципе у нас есть попытка починить, поэтому нужно ей воспользоваться, пока она висит на крюке. В принципе, с подвала мы ее вытащим потом. Так, она летит сюда? Или нет? Она пыталась кого-то достать. Так, а мы в подвал пока тем временем. Побежим? Да-да-да-да-да-да, побежали в подвал. Да блин, твою ж мать, как она так развернулась? Я же в обратную сторону начал бежать. Так, давай, подымай меня. Резче, пожалуйста, мужик. Быстрее, быстрее, быстрее. Подымы. Подымай, ну-ка. В чем дело? Твою ж мать. Давай, подымай, мужик. Нам сейчас всем кранты будет. Или будут. Тут уже не важно. Какая-то вообще читерская медсестра на самом-то деле. Ага, промазала. А я спасу ее. Твою ж мать. Зато меня положила. Меня положила, это не круто. И ее положила, всех положила. Вообще, какая-то дикая медсестра, слушай. Крайне дикая. Так, давай-ка я вылезу отсюда. Если я успею. Она сейчас за мной телепортнется и все. И схватит меня. Ну, конечно же. Вот же сучка. Ну, это явно не новичок играет. Мы даже одного генератора не успели завести. То есть, получается, все против новичков, да? Попытаться сбежать. Ну, попытка не удалась, к сожалению. Она всех схватила, вы понимаете? Кроме одного. Кроме одного все висят. Я даже не знаю, что здесь сказать, друзья. Это, походу, гейм овер. Очень быстрая игра. Против медсестры. Все умирают. Знаете, я тоже, наверное, умру. Потому что одного чувака она по-любому поймает. Я даже не буду сопротивляться. Давайте лучше еще одну игру сыграем. Может быть, больше повезет. Удушающая яма. Поместье Макмилан. Наконец-то у нас хоть какая-то другая карта. И я не знаю, насколько нам повезет здесь, но попробовать стоит. Давайте сразу чинить. Будем чинить тебя, мой генератор. Еще третий чувак нам бежит. Я не удивлюсь, если снова эта обезумевшая мисс сестра будет против нас. Но это явно не двадцатый ранг. Совершенно. Твою ж мать. Этот раппер. Он туда побежал. А мы в это время можем спрятаться вот здесь. И он даже не поймет, что произошло. Там кто-то в ловушку попался? Давайте сваливать, что ли, отсюда подальше. Где он? Где он? Где он? Он где-то совсем рядом. Вот он. Бегает, но не за мной. Тихонько спрячемся вот тут. Как думаете, он меня увидит здесь или нет? Поставил ловушку и ушел. Ладно, я думаю, свалю просто отсюда. Твою мать. Я попался. Попался по полной. Давайте сопротивляться, что ли. Но тут уже бесполезно, мне кажется. И никто меня не спасет. Вот же засранец такой. Ну это хотя бы новичок, скорее всего. Мне так кажется. Ну, я не знаю даже, что здесь можно сказать. Меня сейчас просто повесят на крюк. Вот так вот цинично. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я даже не сопротивляюсь, потому что крюк здесь слишком близко был. Я ищу его цель одержимость. Попытаться сбежать. Ну, у меня ничего не вышло. Замечательно. Просто шикарно. Так, давайте там поторопитесь меня спасать. А то у меня скоро будет вторая стадия. Но он вообще стоит, как бы не хочет меня никуда отпускать. Вот так вот примерно и проходят игры новичков в ДБД. Современные реалии. Маньяки, кемперы. Выжившие бегают в пати. И что нам остается? Даже не знаю. Так, попробуем сюда сбежать. Он уже совсем близко за мной. Так. Хрен тебе вообще, понял? Будешь здесь за мной бегать, да? Вот так вот. Что ты тому думал? Ой, здесь досок нет. Все, мне трындец. А, он промазал. Ха-ха-ха. Боже ж ты мой. Мазила. Вот так вот тебе, понял? Ой, дурачок. Ой, дурачок. Ой, дурачок, а? Ха-ха-ха. Прикольно мы с маньяком бегаем. А он все никак меня не может догнать. Я его даже еще и оглушил. К тому же. Блин, твою мать. А вот здесь я попался, конечно. Это было смешно. Но, тем не менее, хотя бы побегал от него. Второй раз пойдем висеть на крюке. С трапером. Разве это не прекрасно? Я даже толком не вижу его лица, потому что камера как-то странно стоит. Вот так вот. Повесили меня. Да уж. Походу, на этом моя игра и закончится. Хрен его знает. Ну, во всяком случае, я не сбегу, как выживший. Жмякаем пробел. Очень часто жмякаем пробел. А трапер где-то здесь. Он снова стоит меня кемперит. Вот же ублюдок такой, а? Но его легко отвлечь. Блин! Капец. Я, короче, один раз, получается, не нажал пробел и все. Да. Печально, печально. Принесен в жертву. Результат матча. Ну, вот так вот, да. Друзья, что я могу сказать свои выводы? Вот я давно не играл в ДБД. И, как бы, сейчас я понял, что не зря. Потому что, ну, на 20-х рангах такое происходит. Что, как бы, и играть особого желания-то нет. Вы сами все видели. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо вам огромное за ваш просмотр. Большой вам удачи. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok